Что является инструментом стратегического планирования? В России в свое время ничего подобного не существовало и в мире тоже ничего подобного не происходит. Нас пытаются убедить, что генплан не нужен, что нужны какие-то другие документы, что вообще не нужны ПЗЗ. И действительно, в общем, те документы, которые могли быть эталонами, образцами, образцами и самих документов, и образцами их воплощения, у нас, к сожалению, немного. Немного. Что такое, что такое, да, значит, почему там проекты планировок? Проекты планировок делаются с сопровождением там материалов в масштабе, не знаю, там двухтысячном. Делаются на какие-то гигантские территории и в отсутствии генерального плана, естественно, совершенно они становятся инструментом крайне опасным. Крайне опасным. Что является признаком этих документов? Прежде всего, это отсутствие того, что в мире называется физическим планированием. Физическим планированием. Это то, что определяет очертания нашего окружения, то, что мы стали забывать. Цифрыки, какие-то, какие-то слова и прочее вытесняют из нашей практики то, что называется физикой. Физикой, вот пространство, то, что является принадлежностью нашей с вами деятельности, следствием нашей с вами деятельности. Вот это последовательно изымается из всех документов и из нашей практики. Любопытное происходит явление вот в этой сфере. Значит, чем занимается Союз архитекторов сегодня? Что является основным содержанием поправок в закон об архитектурной деятельности? Мы говорим о том, что основным деятелем, основным субъектом должен стать квалифицированный профессионал. Мы единственная страна, наверное, в каком-то пространстве цивилизованном, которая допускает работу в той деликатнейшей сфере, которая является архитектурой и градостроительства любого и каждого. Людей неквалифицированных. Это несет совершенно очевидные угрозы, очевидные риски и опасность. И ответом на это является лишь одно – это введение системы квалификации. Значит, сейчас идет работа над введением системы квалификации, и возникает лишь одна – опасность и угроза, что опять все будет наперекосяк, опять мы что-нибудь сделаем не так, а создадим еще одну, понимаем, систему саморегулирования, которая окончательно все в тупик заведет. Я хочу вам просто напомнить, что раньше в России, в мире вообще, основной фигурой, которая занималась пространством планирования, территориальным планированием, был так называемый архитектор-ученый, я извиняюсь, таким, как Александр Викторович Кузьмин, таким, как Слава Глазачев, там, Леша Гутнов и так далее. Это была фигура, воспитанная во многом именно нашей культурой, нашей профессиональной культурой, были на Западе, они есть. И эти же фигуры абсолютно симметричны, люди, которые приходили к городу на помощь в самое тяжелое время. А что это за время? И почему нужны эти люди? Да потому что города развиваются некими целыми. И сегодня, к сожалению, российские города существенным образом отстают от тех городов, которые строят наши соседи. Вопросы обеспечения жильем, которым я уже сказал, транспортного обеспечения, инфраструктурного обеспечения на Западе уже давным-давно решены. Решены с помощью вот тех самых генпланов, с помощью силовых методов, с помощью очень тяжелых, болезненных, реконструктивных мероприятий, когда сдавалась система дорог, когда формировался современный транспортный каркас, приведший к тому, что сегодня Европа представляет собой систему сетевого расселения, где-то с клеткой 300-500 километров, связанного с красным рельсовым транспортом, автомобильным, железнодорожным и так далее. Это урбанизированные территории по-настоящему. Мы любим слово урбанизация, но, к сожалению, пространственной урбанизации у нас нет. Нет такой качественной и столь совершенной, что позволяло бы говорить вообще об урбанизации. Возвращаясь к субъектам практики, значит, архитектор ученый, да, тот, который был, кто сегодня приходит? Сегодня приходит урбанизация, сегодня приходит дизайнер. В мире нет противоречия между архитектором и урбанистом. Урбанисты – это люди, которые занимаются городом, получив образование, экономисты, географы, еще кому-то и так далее. Но они не спорят с архитектором. Сегодня мы сталкиваемся с попытками заменить архитектора. Архитектор, который должен проделать ту работу, которую я только что сказал, районирование транспортных каркасов и прочее. Заменить его на урбаниста, на того, который выступает или, как правило, в роли консультанта городских властей, или каких-то местных сообществ. И, в общем, занимается малыми делами. Чаще всего это разные люди. Но самое главное – это человек с фрагментарным представлением о них. С фрагментарным представлением, не с целостным представлением о них. А есть вторая фигура. Есть вторая фигура – это дизайнер. Тоже он называет себя архитектором. А те люди, которые занимаются фасадами, те люди, которые занимаются отдельно скамейками и всем остальным, тоже прекрасно. Пусть они живут и работают. Но они не должны заменять и замещать собой архитектора. Речь об этом идет. Понимаете, это другая ментальность, другая профессия. Это люди, не несущие той социальной ответственности, которая возможна на нас с вами, на наше с вами дело. Они предприниматели. Они бывают успешными предпринимателями. И сегодня мы таких знаем, и сегодня мы с такими встречаемся. Но это не мы, это не архитекторы. Предельно важно, чрезвычайно важно для формирования политики представление о том, что мы хотим получить. И то, что мы хотим получить, рисуется двумя типами картины. Это такие схемы, блок схемы, связи, блоки, да, мы знаем такие графические графы, одним словом. И это зримые картины, зримые картины. Так вот, модель мира в профессиональном сознании, к сожалению, в том сознании, которое сегодня не является доминирующим. Она строится, и Александр Ричард продемонстрировал, на предъявлении системы расселения как некой основы, как первого и самого главного предмета нашего внимания. Это сетевое образование, это понятно, это Юсин вам все об этом расскажет. И что самое главное, это предполагает разнообразный, качественно сбалансированный, то есть предполагающий единый уровень качества жизни. Но в разных абсолютно условиях. Об этом речь идет. Да? Значит, что у нас получилось сегодня? Мы разделили город на две части. Одна часть подведутся в Министерство культуры, другая Михаила Александровича мнению, да? Значит, в одной части по 73-му фазе мы ничего не можем строить, просто ничего совершенно. В другой мы теоретически, даже теоретически, подчеркиваю, не говоря уже о практике, можем делать все, что угодно, если очень хочется. Если сильно хочется, можем, понимаете? Можем все отменить, можем пересмотреть и так далее. Так это, так это, разумеется. Значит, мы, это же сафреническое состояние. Город не может быть поделенным. Значит, как говорил, да, ладно, не буду ссылаться. Одним словом, если не предвзято посмотреть на наши города и попытаться сравнить их историческую и современную часть, будет такое ощущение, что пришел какой-то новый народ. Значит, убил всех, кто там жил раньше и посиделся, значит, и вот выбрал для себя такой странный образ жизни в этих двухэтажных домах или 17-этажных. Это действительно странное явление. Это действительно странно, это действительно необъяснимо. И возвращение к естественному движению города, к естественному развитию ткани расселения, к естественному развитию нашего пространства, к лечению наших городов является единственным правильным путем. Что же в качестве первого шага нужно сделать? Это то, о чем я собирался вначале говорить. Это померить документ территориального правильного планирования с самой идеей сохранения памятников, сохранения природы, если угодно, сущности исторического города. Давайте разберемся, в каком городе мы хотим жить. В том, который построен, условно говоря, нашими дедушками, или в том, который мы строим сейчас? Ну, 70-80% людей, которые в состоянии давать какие-то трезвые оценки происходящему, скажут, что да, мы, конечно, хотели бы жить в городе, который сложился естественно, который носит человеческий масштаб, который является человечным, гуманным, со всеми этими пространствами открытыми и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, да, они в этом кошмаре, значит, из этих самых панельных коробочек. Что же нужно делать для того, чтобы интегрировать эти две абсолютно разобщенные системы? И должен вам сказать, что вообще сегодня Министерство культуры, особенно после тех испытаний, которые выпали на долю этих людей, занято, в общем, реформированием всей отрасли реставрационной. И действуют они, и движутся они в очень правильном направлении, надо сказать, прямо противоположном тому, по которому, к сожалению, похоже, может двигаться Министерство строительства. Что это такое? Это лицензирование деятельности, вы знаете, что реставраторы лицензируются. Это лицензирование экспертов, это тщательный отпор экспертов, тех людей, которые занимаются вообще оценкой того, что мы делаем. Это предложение, внесение стадии эскизного проекта и предпроектных исследований, да, это то, в чем мы нуждаемся и то, в чем мы, значит, мы не можем. Сейчас они собираются это ввести законодательно, там, 73-е ФЗО, все свои эти документы. Значит, что? Вот здесь все написано, опережающее подношение генплана по ЗЗО исследований. Это все было, это все было, сегодня, по Градкодексу, это перестало быть нормой. Что еще? Это разработка методик формирования эталонных проекта. Давайте сделаем, знаете, давайте сделаем на Московской области эталонный генплан, эталонные по ЗЗО, и будем всем показывать, как надо жить. А? А, да, можно здесь слегка сделать. Так, так, прекрасно, прекрасно. Тогда вот так, чтобы дальше они были бы реализованы эталонным образом, понимаете? Вот. Положение надо, значит, то есть закончить строительство всей законодательной базы, значит, это положение в стопримечательном месте, мы назвали стопримечательные места, это то, что позволяет нам сохранить ландшафты. Самое главное, да, сделан предметом охраны ландшафта. Значит, давайте мы напишем более подробно о том, что это такое, воспользуемся этим. Это историческая застройка, мы пользуемся этим термином, давайте мы его тоже, значит, каким-то образом определим, ведем законодательное пространство. Культурный ландшафт в Пескове, это давно назрело, мы с вами работаем с ландшафтом, а не с домами, это надо понять. Исключение детального толкования запрет на строительство и конструкцию броня, бред полный 73-го ФЗ, значит, давайте что-нибудь здесь сделаем. Так, ну все, Наталья, там еще у меня была, ладно, коллеги, это все, с чем я хотел обратиться к вам, и я надеюсь на то, что в своих выступлениях вы поддержите или опровергитесь. Спасибо. 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 Спасибо.